Добрый вечер, вот о чем расскажем. Дальнейшие шаги. О чем Рустам Мениханов договорился в Турции, узнал Дмитрий Аринин. По своим рекам на своих кораблях. Судно делаем, чтобы оно отходило до реверы. Чем готов покорить Татарстан и всю Россию Зеленодольский судостроительный завод Лина Зинатугана. Саркома это болезнь, которая не чувствительна ни к химиотерапии, ни к лучевой терапии. Сейчас мы понимаем, что успехи превзошли наши ожидания. Почему редкая саркома, затаенная злокачественная опухоль и как врачи с ней борются? Об этом Альбина Минебаева. Устроил ДТП на маминой машине. Трагедия разыгралась минувшей ночью на Казанской дороге. Все началось с того, что водитель БМВ не подчинился требованиям инспекторов ГИБДД остановиться. Началась погоня. Остановить Лихача удалось на перекрестке восстания декабристов. В результате погиб автоинспектор. Второй в больнице. Все детали происшествия у Сергея Хайдарова. С самого утра люди несут сюда цветы. Сегодня перекресток декабристов Волгоградска превратился в место скорби и памяти. Вчера ночью на этом месте погиб старший лейтенант полиции Юрий Матрёнин. Ему было всего 42 года. Вчера вроде проходило, не было цветов, а сегодня смотрится как... Ой, мама. Почему они должны страдать? Их же это семьи, жены, дети. Ему всего 42 года. И он уже... Нет, у него осталось двое детей, жена, наверное, любимая. Дети любимые остались. Родители остались, отец, мать, все остались. Он ушел. Этот человек, за которого он погиб, должен очень наказан быть. Водитель БМВ привлек внимание инспекторов на улице Восстания. Просьбу остановиться 31-летний мужчина проигнорировал, после чего и началась погоня. Преследуемый полиции сначала свернул на Короленко, потом Ямашева. Пытаясь запутать экипажи, водитель немецкой иномарки ввелял из стороны в сторону, подрезал другие машины. Чтобы его остановить, дорогу перекрыл один из экипажей инспекторов. Но ночной гонщик даже не думал тормозить. Он протаранил стоящую на пути машину на скорости 140 км в час. Так выглядел автомобиль инспекторов уже после столкновения. Юрий Матрёнин сидел как раз на том месте, куда пришелся удар. Прибывшие на место медики быстро доставили пострадавших автоинспекторов в 7-ю городскую больницу. Юрий Матрёнин находился в очень тяжелом состоянии и был без сознания. Несмотря на все старания врачей, спасти его жизнь так и не удалось. Коллега Юрия, который был за рулем, остался в живых. Сейчас он находится под присмотром медиков. Живой и водитель БМВ. Каким было его состояние на момент задержания, он отказался проходить медосвидетельствование. Ранее его привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Знатый. Разведенный. Чем мужчина? Вами. На мужчину уже завели уголовное дело. Прокуратура республики требует от Следственного комитета добавить и другую статью. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. День скорби сегодня во всем столичном ГИБДД. Денис Хайрулин проработал с Юрием бок о бок два года. Они были напарниками. Очень любил своих дочерей. Всегда говорил, когда я за рулем ушел, всегда пассажиром ездил, всегда говорил то, что не подставляй, говорит, мою сторону, с его стороны. У меня, говорит, еще дочерей, говорит, а есть не надо. Похороны Юрия Матрёнина пройдут завтра в поселке Куюки. Завтра же водителю БМВ изберут меру пресечения. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, Игорь Романов. ТНВ. Казань. Подписывали экономические соглашения, пели татарские песни. На перспективы отношений смотрели с высоты канатной дороги. Многовекторным и насыщенным выдался визит Рустама Мениханова в Турцию. Эта страна – один из главных зарубежных партнеров Татарстана. О чем удалось договориться на этот раз, расскажет Дмитрий Иренин. Свой визит в Турцию Рустам Мениханов начал с возложения цветов к бюсту Андрея Карлова, российского посла, погибшего в 2016 году. Как лучше сберегать жизнь и здоровье людей, обсуждали в новом медицинском комплексе Анкары. Он состоит из девяти больниц, гостиниц и технических сооружений. Это пример частного государственного партнерства. Если мы найдем общие интересы, ее можно потом транслировать на всю Россию. Президент Татарстана изучил развитие системы пассажирской канатной дороги. Ее длина более трех тысяч метров. Она позволяет единовременно перевозить почти пять тысяч человек. Весь комплекс Татарстана-турецкого сотрудничества обсудили уже на встрече с премьер-министром. Как отметил Рустам Мениханов, важно наращивать объемы сотрудничества во всех сферах. Сейчас Турция – один из главных зарубежных партнеров Татарстана. Товароборот составляет около 200 миллионов долларов. Турецкие компании инвестировали в республику свыше двух миллиардов долларов. В республике работают 10 турецких заводов. В разговоре с министром экономики Турции Рустам Мениханов подчеркнул – реализованные проекты – наша гордость. Сейчас большой интерес представляет турецкий опыт поддержки малого и среднего бизнеса и развития промышленных площадок. В этой сфере подписали соглашение о сотрудничестве. По традиции Рустам Мениханов встретился с местной татарской общиной. Татар-анкары президент поздравил с днем родного языка. Для гостей прочитали стихи и спели песни. Рустам Мениханов поблагодарил собравшихся и сказал – такое отношение к родной культуре и языку – пример для нас. Уже в Стамбуле президент республики поистил местный университет медицинских наук. Обсудили возможность обмена студентами. Договорились развивать сотрудничество в области медицинских симуляторов. Здесь, в крупнейшем городе Турции, Рустам Мениханов провел ряд переговоров с бизнесменами. Пригласил строительные компании поистить республику. В ходе бизнес-форума «Турция-Татарстан» президент отметил – этот визит прошел конструктивно и доброжелательно. Мы друг друга давно знаем, и это накладывает на нас очень большую ответственность. Нам здесь очень относятся с высоким доверием, и мы высоко ценим это доверие. На переговорах заверили – власти Турции дальше будут нацеливать своих бизнесменов инвестировать в Татарстан, а наша республика будет обеспечивать для них максимально комфортные условия. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Марат Хусаинов, ТНВ, Турция. Пожарные байкеры, раритетная автоцисцерна «Газ-51А» и «Урал» с насосно-рукавной базой. Сегодня казанцы могли наблюдать необычную красную колонну. Эта пожарная отмечает профессиональный праздник. В эти дни исполняется 100 лет советской пожарной охране и 369-й годовщина пожарной охраны России. По традиции сотрудники, ветераны и будущие работники пожарной охраны возложили цветы к мемориалу погибших. Молодые пожарные приняли присягу, а для действующих сотрудников и гостей состоялся праздничный концерт. Здесь же вручили госнаграды. Меняется только техника, ну и соответственно рождение. А люди как были, мужественные, духовитые, которые в любой момент придут на помощь, и об этом знают наши люди. По своим рекам, на своих кораблях сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе заложили два пассажирских судна. Прогулочные теплоходы на 250 и 150 пассажиров станут новым словом в речном туризме со времен метеоров. Когда можно будет на них прокатиться и какие еще перспективы сегодня открылись в гражданском судостроении республики, узнала Лина Зинатулина. Вот эта вот стальная секция, она станет частью будущего корабля. Будущие корабли Рамису Ахмедшину не терпится увидеть на волнах. На заводе он трудится уже 13 лет. Для него и коллег новый проект, новый стимул. Монтажники, электрики, маляры. Работа найдется для каждого. 244 человека, это по цеху, это со всеми взятым. Мы тут работаем командой, командным духом. В общем, вот так у нас все. Каждые, все профессии тут нужны, все профессии важны. Корабли заложены и на воду их спустят уже в мае следующего года. Когда-то также на этом заводе собирали легендарные метеоры, но сегодня время диктует новые подходы. Жизнь меняется. И мы, например, были с вами в хорошем ресторане, были в хорошем отеле. Приходим, пошли по Волге на Старом Омнике. Ну, здесь также двойное дно, которого не было конкретно на наших метеорах. Поэтому, прежде всего, исходя из комфортности и безопасности, вот они этим будут отличаться. Вот такие начальные фрагменты суден на заводе построили примерно за два месяца. Высотой они будут около пяти метров. При этом на метро сядут воду и спокойно пройдут под любым городским мостом Казани. Дизельные теплоходы на 150 и 250 пассажиров, прогулочные палубы, крытые места для непогоды, бары и электронный переводчик для туристов. Опробовав в Татарстане, выйти планируют на российский рынок. Мы уверены, что данные корабли будут востребованы. Со своей стороны правительство республики Татарстан будет продолжать оказывать задействие и поддержку вашему предприятию. Сегодня же открылась целая судостроительная корпорация «Акбарс», которая объединит Зеленодольский завод, Казанский завод «Электроприбор», компанию «Волгот» от судоремонт и другие предприятия сферы. Это новые перспективы уже для всего гражданского судостроения республики. Лена Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольск. Банк «Аверс» стал самым прибыльным банком Татарстана по итогам прошлого года. Об этом сообщили сегодня на очередном общем собрании участников организации, на котором подвели итоги деятельности за 2017 год. Подробности далее. Банк «Аверс» получил рекордную прибыль по итогам 2017 года и вновь стал лидером по этому показателю среди татарстанских банков. Чистая прибыль банка по итогам минувшего года составила 2,3 миллиарда рублей. Участники собрания утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность банка «Аверс». Сегодня также был избран совет директоров банка. Высокая степень надежности банка была подтверждена в сентябре 2017 года высокими рейтингами кредитоспособности банка от рейтингового агентства «РАЕКС» на уровне «РУА-Плюс» и от международного рейтингового агентства «ФИЧ» на уровне «Би-Минус» с прогнозом «Стабильный». В текущем году мы продолжим наращивать клиентскую базу, совершенствовать транзакционные услуги и повышать качество обслуживания наших клиентов. О скрытном, завуалированном, но очень опасном сегодня в Казани российские и республиканские врачи обсуждали диагностику и лечение саркомы мягких тканей. Этот вид злокачественной опухоли выявляют крайне редко и крайне сложно. Ежегодно по всей стране 3,5 тысячи пациентов заболевают этим недугом. Почему татарстанские врачи считаются лидерами в области лечения саркомы, расскажет Альбина Минебаева. Саркома мягких тканей здесь имеется поражение кожи с выходом наружу. Внешне напоминающая меланому, но у этой опухоли другое название – саркома мягких тканей. У пациента она на спине, но встречается на ногах и руках. Пенсионер не заметил в родинках подвох. Вот эту залечил я йодом быстро, а йод тоже пройдет, 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 вот так и дотянул. Поражаются именно мягкие ткани мышцы, связки, жировая ткань и кости. Одно из самых редких онкозаболеваний, одновременно одно из сложных в диагностике. В прошлом году в стенах республиканского онкодиспансера было прооперировано почти 90 пациентов с диагнозом саркома мягких тканей. 1% из общего числа онкозаболеваний. Тем не менее, это тот недуг, который диагностировать на ранней стадии очень сложно. Врач, который каждый божий день видит рак молочной железы, рак легкого и так далее, он может встретить одного или двух пациентов ежегодно, которые попадают с диагнозом саркома. Распознает саркомы только точная диагностика в 11 клиниках. По всей стране созданы для этого центры. И татарстанские онковрачи одними из первых выделили столь узкую специализацию целое отделение. Поэтому сегодня московские, самарские и республиканские медики о саркоме говорили именно в Казани. Лечение оно комплексное и комбинированное. Включают в себя и химиотерапию, и хирургию, и лучевую терапию. Все эти знания, аккумулировав в лечении данной патологии, мы можем уверенно говорить, что на сегодня в нашем диспансере данная патология лечится на мировом уровне. Саркома скрыта от глаз, точнее, видна только после исследований, но разглядеть можно. Быстро растет, которая прорастает окружающие ткани, деформирует кожу. Вот это то, что может привести человека к тому, что нужно задуматься и побежать к врачу. В Поволжье количество заболевших саркомы достигает 6% от общего числа всех онкозаболеваний. Это максимум по стране. Значит, именно у нас ее могут разглядеть и зарегистрировать гораздо чаще. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаммедов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Полная антисанитария, дохлые животные, невыносимый запах. С такими жалобами обратились к нам в редакцию жители деревни Большая Афанасово Нижнекамского района. Они считают во всем виноват сосед. На своем участке он разводит скотину, но не следит за ней. Но помимо этого, близлежащая территория просто завалена мусором. Откуда он взялся и кто будет отвечать за антисанитарию, выясняла Светлана Звонарева. Туши свиней, навоз, грязь и мусор. Эти фотографии в редакцию прислали люди, которые устали от такого соседства. И все это в деревне Большое Афанасово. Свиньи, быки, бараны, куры. Весь этот скот принадлежит Александру Семенову. Назвать участок благоустроенным язык не поворачивается. Везде экскременты животных, запах невыносимый. Но мертвых животных здесь нет. Мужчина объяснил, откуда взялись эти фото. Вон у меня бочка стоит. Я его туда кидаю и сжигаю. Потому что если его закопать, собака там или, допустим, ворона, или сорока, может его выкопать, ну собака на помощь. И они будут эту заразу, которая от дохлого поросенка. Она будет, ну как бы, распространять они будут. Если с этим участком все более или менее понятно, то вот за забором творится что-то невообразимое. Огромная свалка. Здесь и шины, и битая посуда, и даже шкуры животных. Вот откуда это взялось? А что там? Дохлая кошка. Александр Семенов уверяет, это не его. Чужие выкидывают мусор. Якобы он своими силами пытается очистить территорию. Но одному это не под силу. Однако версию фермера экологи не поддерживают. Вы эти отходы собираете вокруг. Я в основном вот здесь собираю. Вы собираете вокруг, вы приносите сюда и складируете здесь. Но у нас есть определенные требования для складирования отходов. Так. По крайней мере, это должна быть бетонированная площадка, должна быть обваловка. Тем более, это пожароопасные отходы. Экологи сделали замеры территории, нарушения зафиксировали на камеру. Фермеру грозит иск о возмещении вреда окружающей среде. Кроме штрафа, Нижний Камец должен будет убраться на прилегающий к его участку территории. Специалисты возьмут это под свой жесткий контроль. Радик Вархулин, Светлана Звонарева, Асуар Сланов, Ахри Исламов, ТНВ Нижнекамский район. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. С 7 мая пройдет тестовый футбольный матч. Правильно заметил, чтобы все остались довольны. Люди, которые идут на футбол, и люди, которые не идут на футбол. Насколько город и казанцы готовы к предстоящему чемпионату мира по футболу? Альбина Аслагараева. Безграничный талант. Мама! Как и русские, без твердых рук вдвоем. На конкурсе талантов среди людей с особенностями психического развития побывала Алина Бережная. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия образования Республики Татарстан в 2020 году. Напомним, Республика уже готовится к юбилею. План празднования этой даты уже утвержден. Созданы оргкомитеты и рабочие группы. Кто ответит за пьяных? Такой вопрос подняли сегодня на заседании Президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В обсуждении принял участие Фарид Мухаммедшин. Он рассказал, что Татарстане вытрезвители вновь начали появляться 8 лет назад. Сейчас их 11. В прошлом году на их содержание выделили 39 миллионов рублей. Как отметил Фарид Мухаммедшин, необходимо законодательно разрешить нетрезвых в обязательном порядке помещать в вытрезвители без их согласия. Дано поручение обоими сопредседателями Совета законодателей страны и Матвиенко, и Володин Вячеславу Викторовичу двухмесячный срок подготовить предложение. Я думаю, мы в ближайшее время также свои предложения туда направим и будем иметь общефедеральный подход для всех субъектов Российской Федерации. Опыт Татарстана признан успешным по созданию муниципальных автономных учреждений. Более 5000 студентов вышли сегодня на Марш Победы в Казани. В преддверии 73-го годовщины Великой Отечественной войны в КФУ состоял студенческий Марш Победы. Ученики, лицеев, студенты, выпускники и преподаватели университета прошли по Кремлевской до главного здания вуза. После возложили цветы к мемориальной доске памяти. Матч «Рубин-Уфа» станет тестовым перед чемпионатом мира по футболу. Состоится он 7 мая. Проверять будут работу самого стадиона, всех служб, технические и инфраструктурные решения. Билеты на матч будут бесплатными, а паспорт болельщика на него не понадобится. Где перекроют дороги и где можно получить пропуск на игру, узнала Альбина Солгораева. 48 дней, 3 часа и 20 минут осталось до предстоящего чемпионата мира по футболу. Вместе с этими часами обратный отчет ведут и казанцы. Сегодня весь город в ожидании игр. Финишной точкой подготовки станет матч «Рубин-Уфа». Он будет тестом в преддверии предстоящих игр. На 95% готов и стадион «Казань-Арена». Остались нюансы. Новый газон, новая медиазона, современные технические средства безопасности уже готовы. Мы постараемся максимально протестировать все сервисы. Это сервисы, касаемые питания, волонтеров, стюардов, логистики, последние мили. Единственное, что не тестируют в этот день, это паспорт болельщика. Пройти на матч «Рубин-Уфа» можно будет без них, к тому же бесплатно. Билеты можно получить в кассах «Казань-Арены». А вот добираться на игру лучше на общественном транспорте. Схема движения изменится, вся информация на сайте Казанского исполкома. Перекроют улицы в районе Семгата-Хакима, Чистопольска и Ямашево. Запрет вступит в силу с 16.00 и завершится в 10 часов вечера. Мы в любом случае хотели бы протестировать и прилегающие, перехватывающие парковки. Все те жители, кто будут приезжать на своем личном транспорте. Я напомню, что у нас есть договоренности с близлежащими торговыми центрами. До того, как вступят в силу ограничения, весь общественный транспорт будет ходить в штатном режиме. Это событие бывает очень редко, особенно в Казани. И надо... Ну, у нас практически весь город к этому готовился. И мелкие неудобства, я считаю, ну, это незначительно будет. Ну, потерпим один раз уж можно, а то такое событие для города будет. В прошлом году, по-моему, тоже было то же самое. Ну, обходили, съездили, почитали. Мы надеемся на улучшение наших дорог. Это тоже еще один плюс в нашу копилочку. Мне кажется, чемпионат мира вообще это классная вещь. Сделаны выводы и из Кубка Конфедерации. Расстояние до так называемой последней мили сократилось от полутора километров до 800 метров. Также местным жителям выдают специальные пропуски для личных авто. Задача одна. Чемпионат должен пройти максимально комфортно как для любителей футбола, так и для тех, кто не собирается на игры. Альбина Слагараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. В Казани на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу введут ограничения в обороте оружия. Об этом рассказал сегодня начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Марат Шакиров. Он отметил, нарезное, гладкоствольное, травматическое, газовое и пневматическое оружие с 25 мая по 25 июля должно находиться только в местах его хранения, в специально оборудованных сейфах. Также действует запрет на охоту, ввоз и вывоз оружия. Айдана ТНВ завершился второй этап конкурса на соискание нашего гранта на обучение в КФУ. Все 28 школьников, прошедших во второй тур, прислали свои видеопрезентации. На первый этап конкурса мы получили более 40 творческих работ в виде эссе. 11 мая 6 финалистов пройдут заключительные испытания. В студии ТНВ перед камерами им предстоит взять интервью. Больше всего радует, что творческий конкурс Айдана ТНВ получил такую широкую поддержку среди наших молодых людей, которые хотят стать телевизионными журналистами. Потому что на конкурс прислали более 40 работ. Это первое. Вот мы первый тур закончили. Сейчас второй тур. Там надо было представить уже видеопрезентацию. И вы знаете, все, кто прошел во второй тур, все 28 человек, все представили видеопрезентацию. То есть желание огромное. Огромный отклик получила эта наша инициатива. Талант не знает границ. Пациенты Республиканской психиатрической больницы выступили на конкурсе талантов. Со сцены больше 50 душевновольных исполнили песни, танцы, прочитали стихи. Такой конкурс проходит один раз в два года. Лучшие номера будут показаны на московской сцене в рамках фестиваля «Нить Ариадны». С концерта Алина Бережная. Мама! Как и русло мне, без тёплых рук вдвоем. Чувствует сцену и зрителя Искандер Боизидинов, бывший пациент в психиатрической больнице. Но о товарищах и врачах не забывает. Всегда навещает и выступает на таких концертах. Парень с детства пишет стихи, музыку поет песни. Волнительно сперва. А потом, когда я уже как бы понимаю, что рядом со мной никого нет, я один на сцене. То я могу себя показать в полном объеме. Как сегодня будет это. Всё, что было в югах, снегом замело. Палаты сменили на сцену. Сегодня они не пациенты, а настоящие звезды. Для 50 душевнобольных музыкальная терапия, песни, танцы и стихи. В зале зрителей и жюри всё как на настоящих конкурсах талантов. Увлекаюсь пением, записываюсь сам, по ресторанам вожусь, катаюсь по городам, катаюсь иногда. Но то, что у меня интервью, ещё ни раз никто не брал. Рисуют, шьют, мастерят подделки, творческая реабилитация. Один из основных этапов лечения психиатрической больницы. Такие концерты здесь проходят регулярно. Болезнь талант не скроет, говорят врачи. Да, это реабилитация. Это вся мировая психиатрия приходит к той мысли, что наших больных, их надо не только лекарством лечить, ещё и как-то адаптировать к жизни. Уже в ноябре пациенты с лучшими номерами выступят на московской сцене, где примут участие в фестивале «Нить Ариадны». Алина Бережная, Марат Сидгораев, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». Сейчас о спорте и о погоде на завтра. У меня же к этому часу всё. Всего вам доброго. В 1987-м Казань «Орксинтез» создал внешнеторговую фирму. Перешёл на хозрасчёт. Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж и получать средства на покупку современного оборудования. Казань «Орксинтез» начал работать в новых условиях рынка. Казань «Орксинтез». Химия достижений. Ты видела, какой, Ленка, фасад сделала? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Спешите видеть московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Не отступать и не сдаваться. За три тура до завершения футбольного сезона Рубин пытается найти мотивацию. В турнирном плане в Европу уже не пробиться, но зато есть возможность проверить ближайший резерв. Наш соперник – московская «Динамо». Все футболисты Рубина были в строю. Отдельно от команды занимались лишь Карадениз и Кузьмин. Но в целом сейчас как раз та прекрасная возможность для того, чтобы проверить молодых бойцов на поле. До завершения российской футбольной премьер-лиги осталось совсем чуть-чуть. В середине мая команды проведут заключительный тур. Матч между «Динамо» и «Рубином» пройдет 30 апреля в столице. Игра начнется в 14 часов. Прямую трансляцию не пропустите на нашем телеканале. Соперник, понятно, что хороший. «Динамо» – хороший клуб, хорошая команда. В принципе, статистика, последние матчи. Они два матча только проиграли, последний матч выиграли. Еще так не разбирали, но нам надо, главное, играть в свою игру. Еще одна победа татарстанцев на домашнем чемпионате России. Наши синхронистки Олеся Архипова, Мария Восьмушко и Екатерина Ермакова завоевали бронзовую медаль в турнире дуэтов. Соревнования проходят в Казанском дворце водных видов спорта. За свое выступление девушки удостоились от судей оценки 87 баллов. Победу одержал дуэт из Московской области с результатом 90 баллов. Второе место осталось за представительницами Санкт-Петербурга. Напомним, ранее Олеся Архипова стала бронзовым призером чемпионата в дисциплине соло в программе «Технический». Мы выступаем на разных площадках, но это действительно совершенно другой ранг. И пока что ни один бассейн в данный момент не может предложить те условия, которые предлагает наша республика. И в завершение к новостям единоборств. Татарстанский спортсмен завоевал золото Кубка Президента Всемирной Федерации Тэквондо. Представитель набережных Челнов Рафаэль Камалов завоевал золотую медаль на Кубке Президента. В весовой категории до 87 килограммов. Соревнования в период с 24 по 29 апреля проходят в Афинах. Благодаря этой победе Рафаэль получил путевку на чемпионат Европы, а также удостоился звания мастер спорта международного класса. Спортсмены тренирует Сергей Титкин. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска изгодовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в апреле со скидкой 20%. Данил Мастер Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Апрель отсчитывает свои последние дни, а весна по-прежнему не радует нас хорошей погодой. Предстающие сутки в республике вновь ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана облачная погода сохранится. Пройдет дождь. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла. На северо-востоке республики пасмурно, дожди до плюс 8 градусов. На севере Татарстана дождливо до 9 градусов тепла. На северо-западе не обойдется без дождей. Там температура воздуха составит плюс 8 градусов. На юго-западе Татарстана тоже ожидаются дожди. Температура воздуха там составит до 7 градусов тепла. В центре республики похожая картина. Пасмурно, дождь от 8 до 12 градусов тепла. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ООО «Челный Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 из запасных частей к ним. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». Катаракта. Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас. Лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования. Вам всегда рада помочь. Адрес Казани – спортивная 3. В Казани в предстающие сутки ожидается пасмурная погода, дождь и до 9 градусов тепла. Ветер северный умеренный. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин